Проезд будет дороже на 3 рубля, но если захотите оплатить электронным проездным, только на полтора. Такое решение – итог заседания Барнаульского координационного совета по ценообразованию. Было рассмотрено предложение перевозчиков о повышении тарифов. Были доложены результаты экономической экспертизы. Предложено сохранить все действующие льготы. Кто пользуется очень много общественным транспортом, смогут экономить на проезде. Когда за проезд придется заплатить дороже, пока неизвестно необходимо постановление. Перевозчики в ожидании повышения тарифов они просили давно. СМИ заговорили о проблеме еще в августе. Мы тогда тоже узнавали мнение бизнесменов. Мы, собственно говоря, подавали заявку на пересмотр тарифов еще в феврале месяце 2020 года. Это еще до событий коронавирусной инфекции. Хотя я, конечно, должен отметить, что коронавирусная инфекция усугубила наше положение и очень сильно. Значит, пассажиропоток падал на 70% от нормальных значений. Мы не знаем, учитывали члены координационного совета последствия пандемии или нет. Но, по сообщению мэрии, причиной повышения цен стало удорожание запчастей, топлива и необходимость повышения зарплат работникам. Бизнесмены говорили еще и о замене подвижного состава и ремонте. По их мнению, повышение тарифов всего на 3 рубля не позволит даже расплатиться с кредитами. Этого мало. А вот пассажиры чаще другого мнения. Вы как смотрите на это? Конечно, отрицательно. Куда уже поднимать-то и так уже? Сейчас поднимется и на бензин цена, и на все поднимется, и на коммунальные услуги, и на все. И так люди зарплаты не видят, не получают. Кажется, уже некуда повышать. И так дорого, я считаю. Со стороны пассажира плохо смотрю, потому что, конечно, зарплата у нас не повышается, а тарифы везде растут. Со стороны перевозчиков их тоже могу понять. Им тоже нужно зарабатывать. У них, соответственно, тоже их цены повышаются, а у них большие затраты. Чтобы снять нагрузку с пассажиров и при этом помочь предпринимателям, Ассоциация пассажирских перевозок еще раньше предлагала чиновникам принять уже продуманную стратегию. Это федеральные средства задействовать надо, краевые средства, городские средства, перевозчиков средства, заемные средства. И тогда только, и в конце это только повышение тарифа. А сегодня, как я уже сказал, начали с обратного, с повышения тарифа. Себестоимость проезда уже намного больше 30 рублей. Ну, на пассажира столько нельзя возлагать. Положение в сфере пассажирских перевозок эксперты называют бомбой замедленного действия. Транспорт обновляется медленно, квалификация водителей низкая из-за низкой зарплаты. Так что есть две стратегии. Или привлекать инвестиции, или как обычно. Что делать? Скрепим зубы, будем жить? Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.